МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это экономика дня на телеканале СИБИСИ. В передвижной студии нашего телеканала на территории отеля Хилтон-Баку работаю я, Хайл Мамедва. В этом выпуске мы будем говорить о том, как международные финансовые институты влияют на развитие бизнеса. Наш гость Эмин Горибле, доцент кафедры международной экономики, кандидат экономических наук. Здравствуйте, господин Горибле. Большое спасибо, что пришли. Господин Горибле, в последнее время мы замечаем, что очень сильно активизировались международные финансовые институты. По инициативе сначала Европейского банка реконструкции и развития, затем Азиатского банка и развития. Состоялись видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхам Малиевым. И каждый из этих международных финансовых учреждений, институтов со своими инициативами изъявил желание сотрудничать, то есть расширить, скажем так, партнерские отношения. Хотя Азербайджан не обращался ни за какой поддержкой и не числится в списке тех стран, которые обратились в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи, господин Горибле, насколько Азербайджану сегодня нужны внешние займы? Мы в большинстве знаем по практике, что есть такие случаи, когда берут кредиты и тратят ее не по назначению. Оценивая сегодняшнюю ситуацию в кризисный период, мы знаем, что у каждого есть очень много проблем с девальвацией в многих странах, есть проблемы с недостачей бюджетных дефицитов. Опять же, это могут потратиться не по назначению. И сами проценты, опять вернусь к тому же, сами проценты внешнего долга увеличиваются. А Азербайджан идет обратный процесс. Теперь, скажем, а вот значимость этих институтов для нас. В принципе, мы сейчас говорим, что да, у нас, еще не отмечу, у нас есть нефтяной фонд. Если сравнивать ее, скажем, за исключением кризисных периодов, мы видим, что прибыльность нашего нефтяного фонда даже в многих случаях превысила прибыльность других соответствующих нефтяных фондов, даже в развитых странах. Иногда, скажем, сравнивали Норвегию и так далее. Мы даже видим, что прибыльность нашего нефтяного фонда в последние годы мы обогнали, скажем, эти страны тоже. И, в принципе, задается вопрос, если у нас ресурсы, почему бы не использовать их, да? А почему бы брать у них, почему бы привлекать эти международные институты? Какие плюсы есть? Плюсы, первое, это то, что эти международные финансовые институты, они помогают и технически. У них, кроме финансовых самих ресурсов, есть такие некоторые навыки, специалисты, которые помогали нам решать те или иные задачи. Да, совершенствовать. Совершенствовать этим, да. Вот они в этих структурах работают самые передовые специалисты, которые, в принципе, помогали нам. Второе немаловажное значение, я считаю, что это все-таки то, что в этих проектах, скажем, возьмем Южный коридор. Мы знаем, что один из первых откликнулся в Азиатский банк реконструкции развития, потом Южный газовый коридор, да? Да, Азиатский банк развития, да. И участие этих банков увеличивает привлекательность этих проектов, понимаете? Об этом говорил глава государства. Да, естественно. Это немаловажно. Понимаете, сегодня, как мы говорили о том, что все-таки, скажем, если сравнивать наши проекты с другими, видим, что, в принципе, да, уже имеем определенный рейтинг. У нас все, значит, если посмотреть за период независимости, все наши проекты реализуются и успешно реализуются. Но, невзирая на все это, все-таки есть такие некоторые факторы, нужно учитывать. Это привлечение международных институтов, это увеличит ее привлекательность, ее привлекательность. Я понимаю, господин Горибле, но что, как бы, происходит, если заимствовать, то есть внешние заимствования, они происходят в период именно такого глобального вызова. Глобальный вызов необычный, мы неоднократно об этом говорили. Много факторов, не только распространение коронавирусной инфекции, которая, скажем так, еще больше, да, ухудшает и делает таким сложным этот процесс. Мы видим и экономический, и финансовый кризис. Вот в этих условиях насколько эффективно воспользоваться внешним заимствованием, то есть ответить на призыв международных финансовых институтов. Вообще, если анализировать историю развития многих стран, то есть стадии развития экономики. Стадии развития, когда научная литература разделяет ее на несколько стадий. Первая стадия, это когда государство занимается специализированием, скажем, агропромышленной области. Вторая стадия, когда государство переходит на промышленное производство. Третья стадия, когда уже он становится развитой страной. Вот на второй стадии развития вообще, если научить взять, то на второй стадии развития государство склонны и должны больше заимствовать, больше заимствовать, притягивать не только финансовые, опять же капиталы тоже. Мы же сейчас именно живем, вот именно второй период, когда мы, хотя опять же, у нас специфика такая, если смотреть структуру производства, структуру экономики, то мы видим, что в принципе мы сейчас на второй стадии. Анализируя нашу ситуацию, то, что мы являемся донорами, то это мы уже говорим частично о переходе к третьей стадии. Естественно, мы знаем, что здесь какой фактор играет. Мы знаем, что мы богатая страна нефтью. То, естественно, и с другой стороны, она имеет некие отличия от других стран. Вот, опять же, отличие от тем, что мы спонсируем другие страны. Вот во второй стадии, во второй стадии развития, опять же, эффективных стран, мы очень должны здесь привлекать инвестиции, максимально приманивать к себе эти инвестиции, создавать такой некий ареал. Мы знаем, что, опять же, мы уже либерализуем наши отношения, мы произошли изменения налогового кодекса Азербайджана. Да, буквально на днях. И еще, если говорим об эффективности, исходя из сегодняшней ситуации, нужно сказать, что сегодня говорят о том, что очень много принятых государственных программ изменений, о том, что выводе инвестиций, скажем, из Китая. Понимаете, в Японии приняла программу о том, что давайте уже все это очень рискованно, в последнее время многие вирусы исходят именно из Китая. Мы говорили с вами об этом. И теперь многие страны, скажем, в частности и Турция, заинтересованы в этот раз активизировать свою деятельность для привлечения этих самых инвестиций. Даже есть очень много проектов Европейского Союза, где уже меняют ориентиры, складывают такие страны, как Болгария и Румыния и так далее. Вот в этой ситуации эффективность очень растает. И вот участие в международных экономических институтах, это является неким вызовом для других компаний. Чтобы они тоже обратили внимание. Вот и Азербайджан в этот период нужно, именно правильно построена политика, максимально притягивать эти ресурсы к себе. Хотя, смотрите, мы с другой стороны спонсируем. Спонсируем это то, что мы все-таки увеличиваем свой рейтинг. И тем самым люди в этот период, именно в кризисную ситуацию, есть такая тенденция, предприятия, инвесторы меньше инвестируют. Потому что в сложной ситуации процент риска увеличивается. Но в виде, когда страна в этот период как раз-таки наоборот помогает, у нее богато ресурсов, видит, что у нее успешно проводится вся политика. В принципе, идет совсем обратный процесс. Это, в принципе, даже убрать сегодня относительно, скажем, если покупать сегодня дешевые эти самые инвестиции, завтра мы можем обратно их реализовать побольше по дорогой цене. Я понимаю, господин Горибля, но получается, мы пытаемся... Тот же успешный пример по Южному газовому коридору, который мы с вами видели, его сейчас уже на других проектах, скажем так, этот успешный пример повторить. Но когда мы беседовали с одним из аналитиков в ходе нашей программы, как раз по поводу того, что можно ли предприятия, которые те же западные страны планируют вывести из Китая, что эти предприятия могут заработать, например, на территории Азербайджана, не обязательно крупных городов, например, в регионах. И тогда аналитик сказал, что да, у нас хороший инвестиционный климат, но все же на законодательном уровне есть необходимость принятия определенных шагов, чтобы все вот эти решения, они заработали, не были, скажем так, не оставались на бумаге. Решения хорошие, но многие из них не работают. Как вы считаете, если говорить об инвестиционном климате, который сегодня существует в Азербайджане, какие решения необходимо активизировать, какие реформы, они хорошие, но не в полной мере используются? Спасибо за очень интересный вопрос. Да, совершенно верно. Здесь, понимаете, можно брать очень много примеров, скажем, да, лучше всего, скажем, привести пример некоторых азиатских стран и так далее. Ну, я вам приведу один такой пример, скажем, открываются свободные зоны и в Китае, и в Корее, скажем, возьмем и в Камбодже и в других странах. Мы видим, даже в Шри-Ланку приводят, скажем, очень много азиатских стран. В одних странах это реализуется успешно, а в других не успешно. Как раз таки есть страны, которые открыли свободные экономические зоны, как раз таки стали терять, поднесли потери. Потери. В принципе, я опять же говорю, здесь есть очень много стихийно принимать эти условия тоже неправильно. Нужно оценивать, реально оценивать. Мы говорим, что вот там, вот там так. Вот, скажем, возьмем Кита, опять же, вернемся к Кита. Мы сегодня говорим, что да, вот видите, открыли свободные экономические зоны и, смотрите, успешно продолжается. Это, по-моему, было время в 19-е годы, там, скажем, да, у нас пришло правительство, которое считало, что вот сейчас либерализуют экономику и инвестиции потекут, да, и так, и так. А мы видим, что в принципе это не так. Опять же, возьмем же ту же Грузию. Серьезно, есть реалия, сегодняшняя реальность. Давайте вернемся, скажем, к торговой войне. Сегодня что мы говорим? Вот есть невиданная сторона. Чего? Скажем, сегодня Трамп заявляет о том, что, да, мы сегодня, мы в свое время предоставили некие преференции Китая. Сегодня мы убираем. Значит, в свое время Китай, хотя социалистическая страна, она, в смысле, она смогла убедить многие страны о том, что стабильно развиваются рыночные институты, и ей предоставили некие привилегии. Вот эти привилегии и позволили развиваться. Хотя многие страны, даже ученые, научные, это не подчеркиваются. Говорят о том, что максимально либерализуются, хотя мы видим, что очень много этих моментов либерализации есть. И то же самое можно про Турцию сказать. Во времена Тургутозала, Тургутозал договорился с американскими, скажем, властями, с европейскими властями, им предоставили некие преференции. Вот это главное. Для этого, но это непростой шаг, для этого нужно одобрение, завоевать некий рейтинг, положительный статус в мировой, когда вам предоставляют эти самые преференции. Это внешний фактор, я скажу, но это первое. А что касается самих, да, и что следующим шагом, естественно, для того, чем привлекла еще, чем привлек Китай в мировые инвестиции, первое, всегда говорят, причина – это низкая стоимость рабочей силы. Но с другой стороны, есть еще немаловажный фактор – это предоставление преференции. Мы знаем, что… Мы говорим о низкой рабочей стоимости рабочей силы, но при этом уже доказано, что в Китае не совершенно… Совершенно верно. …не низкая стоимость рабочей силы. И были некие классификации, скажем, свободных экономических зон. Китай что только не применил для того, чтобы привлекать инвестиции. И там и говорим о налоговых, о территориях, а сейчас мы говорим даже о кредитах и так далее. Значит, вот эти все институты все-таки и в Азербайджане должны применяться. Ну, с другой, опять же, не стихийно. Скажем, я в своих статьях указывал, скажем, есть прибрежные зоны. Там можно создавать, в принципе, в Азербайджане еще нет свободных экономических зон в области туризма. Почему-то. Скажем, в Батуми, в Грузии уже мы знаем, что там есть некие привилегии. Хотя у нас как раз-таки скептично откосится к тому, почему строят прибрежные зоны. Хотя мы знаем, что в Анталии, в Египте, скажем, в Батуми, мы увидим, что, в принципе, эта практика реализуется. А у нас мы обладаем самой большой прибрежной зоной в этом регионе. И, в принципе, почему-то, скажем, есть хачмазская зона. Вот эти привилегии не осуществляются именно в этой области. В отрасли, да. Дальше, я считаю, что если брать общую структуру развития, то мы видим, что наш регион специализировался на внешних торговлях. Я считаю, что сегодня должны у нас проводиться, внедрять, значит, преференции в области электронной торговли. Мы, знаете, мы являемся неким хабом, да, мы говорим о том, что мы хотим реализовать отсутствие с нашей территории, реализовать товары. Мы знаем, что мы традиционно являемся, скажем, да, это торговый путь через нашу территорию. Если мы смотрим, даже анализируясь экономически активным населением людей, которые переезжают, скажем, в Россию, то увидим, что большинство этого населения занимается торговлей. Да, мы видим. Необходимо, я считаю, что вот эта область тоже, даже если сегодня нужно предоставлять преференции и торговли тоже, и в частности к электронной торговли. Мы знаем, что вот есть такие платформы, как, скажем, eBay и так далее, они очень сильно активизировались. Сегодня нужно предоставлять вот эти самые преференции и этим отраслям. То, опять же, к чему мы привезем? Мы привезем к тому, что мы можем привлечь очень много инвестиций, очень можем привлечь рабочие места. Инвестиции, а куда привлечь, в какие отрасли? Вот именно вот эти высокотехнологичные. Высокотехнологичные, да. О чем говорили в ходе, например, видеоконференции с Азиатским банком развития, о чем говорил глава государства по поводу отраслей, которые были бы интересны нам, да, сотрудничество с международными, в том числе финансовыми институтами. Это возобновляемые источники энергии, это высокотехнологичные такие отрасли. Да, мы говорили о стартапах. Вместе с тем мы еще говорили о железной дороге, север-юг, то есть о развитии транспортной инфраструктуры. Об этом, да, Азиатский банк развития уже вкладывался. Но сейчас как бы и продолжение этого. Да, вот и продолжение того, что мы говорили. Мы говорили, что все-таки торговля у нас является приоритетной, на мой взгляд. И мы видим, что господин президент отметил, что уже экспорт, озаборяя не только из Ирана в Россию, через нашу территорию экспортируется, и наши товары экспортируются в Россию. Мы знаем, что там уже большие пробки, там очень много товаров. В принципе, есть надобность перевозить товары через железную дорогу. Совершенно верно. Хотя, если сравнивать нашу страну с другими странами, мы знаем, что мы вложили очень много инвестиций именно в эту инфраструктуру. Видим, что с годами, хотя в первый период говорили, что слишком много, были скептики. Сегодня мы видим, что как раз таких инвестиций еще меньше. Значит, инфраструктура наша увеличивается. Чем больше увеличится эта инфраструктура, тем больше нуждаемся в этих инвестициях. Опять же, это показатель некой правильной политики нашего правительства. С другой стороны, да, правильно. Понимаете, сегодня, если еще в будущем, опять же, вернемся в инвестиции, то многие мировые, скажем, эксперты утверждают о том, что следующими странами, которые привлекут очень много инвестиций, прогнозируют, это Индия и Индонезия. Вы знаете, что рост экономики... Но об этом говорилось, если честно, до распространения коронавирусной инфекции. Сегодня как раз таки оно больше... В последний период экономический рост в Китае уменьшился, а в Индии как раз таки нет. Если увеличится, то мы знаем, что у нас проект северной, север-юг, индийские товары могут появляться, могут не будут уже реально перепровал через территории Ирана, Азербайджан, Турции и Россию через Азербайджан. Значит, активизируют очень большие перспективы того, что, в принципе, да, сегодня будет реализоваться этот проект, и значимость Азербайджана увеличится. Я считаю, что даже господин президент уже учитывал этот фактор, и прогнозирую это, считаю, что все-таки нужно быть готовым к этому, и вкладывая инвестиции, то, естественно, мы сможем снижать себе стоимость этих перевозок и увеличить качество перевозок. И быстрее окупать? Как? И быстрее окупать? Естественно, и быстрее покупать, да. Поэтому все-таки эти связи должны... Вот, смотрите, опять же, это все... Это говорим о том, что мы применяем современные технологии. Если пойдем, еще вернемся к энергетическим проектам, там мы говорим о альтернативных энергиях, мы говорим о проектах, альтернативных энергиях. Что это значит, опять же, альтернативная энергетика? Это не только прибыльность. Нет. Если мы говорим об альтернативной энергетике, но все остальные проекты, получается, в области нефти и газа, они сейчас не совсем актуальны? Да, сегодня, в принципе, я не думаю, я не считаю, что они остановились, просто ее сегодня значимость уменьшилась. Но, опять же, если панализировать в последнее время, мы видим, что уже цена на нефть увеличится до 40%. Хотя, пандемия не отступила, и рост продолжается во всем мире. Видим, что цена на нефть поднимается. Хотя волатильность будет ощущаться, я думаю, что еще до конца года, учитывая, что до сих пор еще нет международного авиасообщения. И, скорее всего, до конца года... Хотя весь транспорт составляет всего 10-15% потребления. И, в принципе, опять же, это уже другая тема, если мы будем обсуждать... Да, я знаю, что это будет очень долго. Опять же, если взять все эти шаги, что я хочу сказать? Хотя, это, первый, стартап, это альтернативная энергетика и железная дорога. Это, кроме всего, привлекательность, это прибыльно. Но, с другой стороны, это все приведет к усовершенству технологий. Что немаловажно. Мы говорим об экономическом росте. Почему-то мы забываем об инклюзивном экономическом росте. Сегодняшняя пандемия подталкивает мировую экономику к изменениям. Называет любой кризис, это некая революция, это переход к новому технологическому укладу. Вот к этому нужно готовиться. Вот и постановка вопроса, если посмотрим в Азианском банке, почему, опять же, эффективность в том, что в этих банках есть специалисты. Эти банки могут привлечь к нам специалистов. Это не просто, опять же, мы говорим о мелком предпринимательстве. Мелкие предприниматели, если говорить, скажем, давайте откровенно, поговорим о тех людях, которые говорят о мелком предприятии. Мы говорим, дайте мне деньги, я из Китая товар переведу. Или займусь каким-нибудь, скажем, кустарным производством. А мы сегодня должны уходить на мировой рынок. Мы сегодня должны быть конкурентоспособными. Для этого реализуется Азиатским банком повышение профессионального образования. Мы должны повышать навыки, чтобы быть конкурентоспособными. Возьмем и вложим мелкое предпринимательство. А если оно не конкурентоспособное, мы можем продолжать. Это может, значит, цикл продолжаться до конца. Первое, нужно технологически оснащать. Нужно совершенствовать. И вот в этом плане и портфельные инвестиции очень для нас будут полезны. Кроме портфельных, я считаю, что здесь именно внешние инвестиции тоже полезны. Чем? Хотя, опять же, мы подчеркнем, что у нас есть инвестиции. Они полезны тем, что они приумодят из собой такие навыки, как менеджерство, технологии. Спасибо вам большое, господин Горибли. Вы достаточно, скажем так, детально ответили на все вопросы. Я понимаю, что можно продолжать беседу. Тем с каждым ответом появляется больше и больше. Но обязательно мы с вами встретимся в наших следующих выпусках. Тема обширная и широкая. Я нашим телезрителям напомню, что в эфире телеканала CBC они смотрели передачу «Экономика дня» в передвижной студии телеканала CBC на территории отеля «Хилтон-Баку». Работала я, Хайла Мамедова. Наш гость, Эмин Горибли, кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики. Говорили мы сегодня, скажем так, о том, как международные финансовые институты влияют на развитие бизнеса, в частности, в Азербайджане. Учитывая, что в последнее время активизировались именно на территории Азербайджана, это Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития. Именно по их инициативе состоялись видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхам Малиева. Увидимся в эфире телеканала CBC. Будьте здоровы, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин